В доставке роллов заметила отдел для кота. Ну хоть что-то хорошее в этом году. Я в 30-градусную жару, как можно спать без одеяла, я не понимаю. Чего ты от жизни ожидал и что она тебе преподнесла? Вы что, думали я для себя в зал хожу и такой большой? Девушек клеить? Телом своим уметь управлять? Нет. Чтобы коту удобно было. Финансовый совет номер 78. Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то скорее всего вы не кот. Придется идти и работать. Я мирно сплю в три ночи. Моя девушка. А ты вообще уверен, что любишь меня? В смысле свитер деда? Это винтажный кардиган. Подростки в фильмах. Подростки в порно. Подростки в жизни. У каждого уважающего себя водителя в машине должен быть уютный подкотейник. Когда видишь свои детские фото. Это у нас с вами Кусьминог. 25-летний я в свой день рождения. Мама, приготовив мой любимый торт. Когда решил взять с собой в дорогу только самое важное и нужное. Тогда мне нужно два чемодана. Фотография жены в моем кошельке напоминает, что на этом месте могли быть деньги. Плачет по-нищенски. Когда ты откликнулся на десятитысячный окис-кис и открыл золотой скин. 30-летние одинокие женщины. Алло? Можно продлить кота? Моя кошка днем. И моя кошка в три ночи. Саша, 19 лет. Невакцинированная, так что тебе не придется тратиться на рестораны. Отец! Сынок? Всем нужен такой котик. Я сожрал будильник. Спи спокойно. Заказчик недоволен. Когда тебе вставать на работу в 6 часов утра? Я ненавижу свою жизнь. Бизнес? Дело непростое. Я наконец-то иду спать. И слышу, как поют птицы. Скоро точно восстановлю режим. Преступление? Преступник? Вы приговариваетесь к поцелуйчикам, обнимашкам и одному пуньк в носик. Я? Пытаюсь сделать скриншот. Мой телефон? Кто призвал шкалу громкости? Консультант в отделе лево. У вас мальчик или девочка? У нас я. Жена бросила меня с тремя малолетними детьми. Старшему сыну 7 лет. Дочери 4 года и младшему 3 недели. И ушла на кухню пить чай. Что мне делать? Помогите! Врачи! Не занимайтесь самолечением. Лучше обратитесь к специалистам. Ближайшая запись в поликлинику через 3 недели. А чё в смысле? В Австралии кот по кличке Артур спас свою семью от сетчатой коричневой змеи, очень агрессивной и второй самой ядовитой змеи в мире. Она заползла во двор к детям, и Артур бросился в бой. Мохнатый герой убил гада, но всё же получил укус и умер в ветклинике. Жил без страха и умер без страха. Мне сказали, ты был лучшим. До новых встреч! Пока-пока!